Сегодня с гордостью хочу представить вам нашу станцию кофейню самообслуживания уже 3.0, которую мы с каждым этапом дорабатываем и дорабатываем, делаем все лучше и лучше для того, чтобы конверсионные решения были лучше, эргономические решения были лучше, красота, визуал, прибыльность кофейни, чтобы каждый раз становилось лучше и лучше. Сегодня расскажу также о новинках и нововведениях, которые мы сделали для наших партнеров. Мы все-таки решили, что пора начинать захватывать активный рынок и поставили перед собой цель открыть тысячу кофеен в ближайший год. Собственно, именно поэтому сегодня я расскажу о новинках в решениях, расскажу непосредственно про станцию, что вы получите, как она выглядит, что внутри этой прекрасной кофемашины и как работают системы эквайринга, телеметрии и так далее и тому подобное. Начну с того, что первое, что мы сделали, это внедрили страховку от неудачи. Теперь вы можете получить абсолютно безопасное предложение по открытию собственного бизнеса, даже если вы никогда не занимались бизнесом, это будет для вас выгодно, потому что на 60% мы страхуем вас от неудачи. То есть вы платите 370 тысяч рублей за готовый комплект, за готовые решения, которые включают уже все, что необходимо. И если вдруг что-то пошло не так, в течение трех месяцев с момента установки станции, мы вернем вам 222 тысячи рублей без каких-либо вопросов. Вы просто говорите «не хочу», «не нравится», отправляете обратно, мы возвращаем деньги. Значит, давайте поговорим дальше уже про непосредственное решение, что мы сделали в этой нашей кофейне. Значит, вы видите перед нами готовое решение, которое именно в таком виде вам и придет. Приходит вам верхняя часть отдельно, нижняя часть отдельно и отдельно кофемашина. И все. Вам просто нужно совместить нижнюю часть с верхней, поставить на нее кофемашину, рецептурные все технологические карты уже настроены, все уже готово к запуску, вам просто нужно засыпать ингредиенты, поставить наш диспенсер, поставить стаканы и все необходимое сырье, и у вас готовый бизнес, который полностью работает без вашего участия. Всего 4 часа в неделю требуется для того, чтобы обслуживать данную кофейню. При этом, при таких капиталовременных вложениях, вы способны зарабатывать 101 тысячу чистой прибыли в месяц. На текущий момент это лучший результат нашего партнера, не московский при этом. То есть, это не московская кофейня, заработала 101 тысячу чистой прибыли. В Москве пока что рекорд 75 тысяч чистой прибыли за один месяц. Итак, первое, о чем я хочу сказать. Всегда говорю о том, что кофейня самообслуживания, это два ключевых фактора. Это конверсионные решения и частотность покупок. Это два самых важных момента, на которые мы обращаем внимание. Поэтому мы сперва сконцентрирулись на конверсии. Что мы здесь видим, что конвертирует человека? Понятная вывеска, которая привлекает внимание. Где кофе.рф? Когда человек вбивает это в интернете, он переходит на сайт сети кофеин Take & Wake. Она светится, в ней есть слово кофе, что сразу же дает понять, что это именно какая-то кофейня. При этом видно, что это брендированная какая-то кофейня, сетевая, а не просто какая-то одиночка непонятная. Дальше мы с вами видим подсветку сверху, которая дополнительно дает нам хорошее освещение кофейни. Мы видим телевизор, у которого есть возможность включить аудиодорожку, там где это разрешено. Сейчас специально мы выключили свет для того, чтобы посмотреть, как по факту будет в реальной атмосфере выглядеть кофейня. Собственно, обратите внимание, как подсвечивается она, обратите внимание, как горит вывеска, как динамично прогружается видео, которое прямо погружает вас в процесс, погружает вас в желание попробовать, обратить во всяком случае на это внимание. Помимо телевизора у нас мы здесь видим дополнительное озеленение, которое говорит о нашей натуральности, подходе к качеству, подходе к душевности этого продукта. Человек сразу видит, что мы подошли к этому не как к бизнесу, а к чему-то действительно такому, что сами любим в первую очередь. Значит, и дополнительно сзади кофейни у нас идет контур-ажурная подсветка. Когда мы ее прислоняем полностью к стене, стена окружается таким ореолом, грубо говоря, который освещает эту кофейню. Это дополнительно привлекает внимание, дополнительно удерживает внимание аудитории. Также мы можем оснастить кофейню диспенсером, в котором можно доставать стаканы привычным образом. Для некоторых это может быть актуальным. Там, где критически важным является сохранить вот эту вот индивидуальность стакана, да, то, что не в общем доступе находится. Здесь вмещается порядка 30 стаканов. Мы используем двухслойные стаканы. Здесь вмещается порядка 70 стаканов. Сейчас работа станции настроена таким образом, что мы можем за раз загрузить 140 стаканов, и это 14 тысяч рублей выручки. И вы можете не приезжать на станцию вообще в процессе, пока вы будете 14 тысяч рублей выручки делать. Значит, дальше давайте поговорим про эргономику. Что у нас здесь внутри? Внутри очень много пространства. Мы очень долгое время заморачивались о том, чтобы здесь все грамотно было собрано. Здесь мы с вами видим достаточное количество полок, в которые мы можем с вами разместить достаточно сырья, для того, чтобы кофейня работала без необходимости довоза ингредиентов. Сюда вмещается 4 бутыля воды. Это 70 литров воды. То есть, если мы сейчас уберем одну бутыль так, то есть мы видим, что 4 бутыля воды здесь спокойно вмещаются. Это дает нам комфорт в обслуживании. Здесь у нас всегда стоит стабилизатор электричества. Мы видим, что 227 входящие напряжения, а выходящие 220. Это сделано для того, чтобы сохранить работу всех электросхем внутри кофемашины. Ну и достаточное количество полок дает нам много пространства для хранения. Здесь у нас высокая большая мусорка, вместительная для того, чтобы достаточно ингредиентов сюда могло выкидываться гостям. И при этом мы сделали в новой нашей станции дополнительный стимул человеку бросать все сюда. То есть, сказали ему, что нужно кидать именно сюда. И при этом сделали размер всего 120 миллиметров для того, чтобы стакан аккуратно сюда заходил, а так уже не проходил. То есть, это дает нам дополнительную возможность контролировать поток мусора, который сюда проходит. Чтобы не было такого, что здесь были какие-то бутылки, громоздкие какие-то отсока, пакеты и так далее. Значит, давайте теперь посмотрим непосредственно на нашу кофемашину. Что у нее внутри и как это работает вообще все. Сперва обратим внимание, что здесь мы разместили инструкцию. Все очень понятно для потребителя. Поставьте стакан, выберите напиток на него, нажмите на него два раза, заплатите напиток, дождитесь, пока напиток приготовится, наслаждайтесь вкусом. Ну и небольшая приятность, заготайте желание, поставьте стакан сюда. Давайте сперва пройдемся, наверное, по системе, все-таки, чтобы понять, как это работает для гостя. Все очень просто. Гостю нужно сперва взять стакан, поставить стакан сюда, соответственно, выбрать напиток. По факту он начинает уже оплату с одного нажатия. Мы сделали два раза, чтобы если человек не нажалось, лучше он нажмет два раза. Берем карточку и, собственно, подносим ее. Здесь у нас два отсека. В зависимости от того, есть ли детская аудитория или нет ее, мы делаем либо Flat White и Capuccio Strong, которые можно сделать дороже, чем 100 рублей. Например, 120-130 рублей. Либо, если здесь детская аудитория, можно сделать ягодный какао, ягодный чай. Вот, соответственно, давайте выберем, ну пусть будет это капучино. Прогружается наш терминал, сразу видно, все просто и понятно. 100 рублей, поднесите карту, куда ее нужно подносить. Соответственно, мы ее подносим с вами, держим какое-то время и проходит операция. В данной системе есть возможность установки оффлайн-режима работы эквайринга. То есть, вот здесь у нас в офисе, например, не очень хорошо ловит связь. Поэтому сейчас вы видите, что он думает чуть дольше, чем хотелось бы. Есть возможность установки оффлайн-режима, который позволяет моментально проводить операцию, без необходимости дожидаться, когда она пройдет по эквайрингу. Соответственно, сейчас мы с вами дождемся, как это сделал бы гость, в случае отсутствия оффлайн-режима. Оплата прошла, соответственно, капучино начал готовиться. Намалывается натуральное зерно, это зерновой кофе. Намалывается, соответственно, темперуется. 9 грамм зерна у нас идет закладка. Примерно 25 секунд идет экстракция. И при этом выход порядка 40 миллилитров с одного шота эспрессо. То есть, это достаточно хорошее эспрессо, на котором мы заморачиваемся. То есть, если мы говорили до этого про конверсионное решение, то это решение, которое позволяет нам обеспечить частотность покупок. Что человек, который один раз попробует этот кофе, он поймет, что это достаточно хороший кофе за 100 рублей, для того, чтобы вернуться и повторить свою покупку. И каждый день, проходя мимо, он будет, собственно, покупать. Также мы сделали решение, которое позволило нам сэкономить, точнее, увеличить количество молочной смеси, которая закладывается стандартно в кофемашину. Вы видите, что сперва лилось молоко, потом немножко воды стало видно, потом опять молоко и немножко воды. Потому что мы совместили два бункера, с которых идет молочная смесь. И у нас в итоге не один килограмм, а два килограмма молочной смеси здесь, для того, чтобы, опять же, сэкономить ваше время, чтобы вы могли наслаждаться своей жизнью, а не обслуживанием кофейни. И не требовалось нанимать сотрудника, который будет бегать и обслуживать. Кофе готов. Вы видите, какая здесь пенка. То есть, она не идеальная, но она приближенная к хорошему капучино, который можно получить даже не везде. Я могу сказать точно, что у нас продукт выигрывает даже многие кофейни, частные кофейни, которые не следят за стандартами качества. Здесь будет кофе вкуснее. Даже если есть кофейни рядом, во многих местах я готов конкурировать с нашим продуктом. Собственно, кофе готов. Дальше человек просто закрывает его крышкой. Готово. Собственно, уже сейчас мы всю оплату увидим в приложении прямо с телефона. Что купили, когда купили, в какое время, есть ли какие-то ошибки, какая сейчас связь и так далее. То есть, все абсолютно эта система сразу же передает в наш личный кабинет. Что у нас здесь внутри? Как это выглядит? Собственно, здесь у нас в первую очередь наша самая важная составляющая – это телеметрическая система. Система, которая устанавливается нами. Вам, опять же, не нужно ни с чем разбираться. Все эти проводочки, они вас не должны пугать. Мы сами это все делаем, настраиваем полностью. Вам приходит готовый объект. Вам не нужно знать, что такое FD, 54-й FZ, require и так далее. Все уже настроено и готово, сделано нами под ключ. Собственно, здесь эта штука позволяет нам с вами полностью всю информацию получать непосредственно в режиме онлайн с нашего аппарата. Также здесь идет сим-карта, мультисим. Если у вас будет плохо ловить связь, она автоматически переключится на другого оператора. Там 4 оператора связи, которые работают. И за это вы платите 351 рубль в месяц. Все. Это очень комфортно. Также она позволяет проводить обслуживание и загрузку. То есть в момент, когда мы проводим обслуживание нашей кофейни, мы нажимаем кнопочку обслуживания, и телеметрия в нашем личном кабинете будет галочкой, что кофейня обслужена. Нажимаем загрузка, кофейня загружена. Соответственно, что значит загрузка? Это загрузка всех бункеров по полной программе. Здесь у нас шоколад, здесь два бункера с молоком, здесь у нас зерновой кофе. Снизу у нас вода, соответственно. Когда мы нажимаем загрузка, у нас телеметрия видит, что произошла загрузка всего по полной программе. Соответственно, в момент продажи по рецептурной карте списывается сырье, и мы таким образом можем видеть, сколько сейчас конкретно в данный момент времени сырья находится в автомате. То есть это 90% людей не дают программ, не дают такого решения. Мы это решение нашли и даем для вас. Собственно, здесь у нас сухой ингредиент. Намалывается это немецкие ингредиенты. Сухие кофе у нас Перу, Бразилия, Уганда. 80% Арабики, 20% Робусты. Наш любимый поставщик Рокетс Кофе Ростерс, которые нам обжаривают по топовой технологии. С 2014 года ребята работают и делают очень качественное зерно. Собственно, в момент продажи все очень просто. Здесь намалывается зерно. Собственно, по одной трубке оно проходит эспрессо, по другой с миксеров заходит уже либо шоколад, либо молоко, ну и так далее. Это как выглядит внутри. Обслуживание происходит очень просто. Мы поднимаем эти шланчики. Здесь у нас с вами кофейные отходы. Здесь у нас с вами вода, какие-то жидкие отходы. Мы достаем эти контейнеры, достаем этот контейнер. Все это дело просто промываем, выкидываем. Нажимаем промывку. Все это автоматически промывается. Ну и дальше уже уходовые какие-то мероприятия. Нажимаем обслуживание, все, мы кофейню обслужили, мы молодцы. Собственно, все очень просто. Сделано для того, чтобы вы действительно 4 часа в неделю максимум, это при выручке 160 тысяч рублей, могли тратить и наслаждаться жизнью. На текущем этапе мы уже получили достаточную информацию с рынка по тому, как работает вообще вся эта история, есть ли воровство, совпадает ли наша финансовая модель и так далее. На текущий момент могу смело сказать, что те расчеты, которые мы отправляем нашим франчайзам, они по сути себя оправдывают. У нас на текущий момент заложено, как вот в P&L есть понятие норма вообще финансовой отчетности. Значит, мы за норму взяли 33 чека в день. По 100 рублей. Все у нас стоит 100 рублей. Это 3300 рублей выручки за один рабочий день. Соответственно, за месяц это 99 тысяч рублей. 30% у нас уходит на все сырье, 2% на воровство, 5% примерно уходит на аренду. Аренда от 1500 до 1800. Сейчас самая дорогая у нас аренда на метро Белорусское в зале ожидания Аэроэкспресса. Там порядка 35-40 тысяч рублей выходит из-за того, что выручка 160 тысяч, а у нас там процент от оборота. Вот, собственно, наши партнеры делают пока что чистые прибыли от 37 тысяч рублей в месяц до 101 тысяч рублей чистые прибыли в месяц. За норму мы берем результат 99 тысяч выручки, 54 тысячи прибыли, 55% рентабельность нашего бизнеса. Собственно, для того, чтобы вы также подключались активнее к нашей команде и помогали нам достигать этой задачи в 1000 кофеен, по факту рынок огромен. Хочу заметить, что в России на текущий момент числится 15 тысяч устаревших вендингов. Вот знаете, вот этих напольных старых объектов, которые все мы когда-то пробовали и знаем, что это такое. 15 тысяч объектов. Наш объект просто в несколько десятков раз лучше конвертирует. Даже если просто их заменить, поменять местами, этот будет гораздо более прибыльным объектом. Поэтому наша задача заменить 15 тысяч объектов вендингом нового поколения. Что я предлагаю вам сделать с нами? Для того, чтобы вам было интереснее, мы внедрили страховку от неудачи, повторяю, 60% мы возвращаем в течение первых трех месяцев. Второе, что мы внедрили, это бесплатная поставка, все входит в стоимость, плюс еще поставка на 300 стаканов, это порядка 30 тысяч рублей вашей выручки, мы уже вам даем кэшбэком, грубо говоря. А также бесплатную доставку до вашего города, станции. Также, если вы будете подключаться к нашей команде. Давайте посмотрим, как выглядит поставка, которую мы вам предлагаем. Как у нас по хранению здесь все выглядит. И что вообще приезжает нашему партнеру в качестве первой поставки. Вот это то, что вы увидите в первой поставке, товарная накладная. Здесь все, что вам потребуется для того, чтобы эффективно работать первое время. Давайте, собственно, будем выкладывать это все в наши отсеки. Собственно, размешиватели, трубочки в большом объеме. Многие девочки любят пить с трубочкой, поэтому это важное решение. Это как раз-таки немецкие ингредиенты, которые мы используем. Это молочная смесь, значит, зерно, Rockets, TW номер 40, Перу, Уганда, Бразилия. Это то зерно, которое мы используем. А Rockets, по факту, используют вообще многие топовые кофейни. Топовые кофейни, спешлти кофейни. Куда там вендинг далеко таки не стал бы на сегодняшний день это использовать. Мы хотим делать качественный продукт для гостей, поэтому используем. Собственно, 2 килограмма зерна идет. Дальше у нас здесь с вами идут стаканы, крышки. Все это укладывается в специальные места. Вы, соответственно, можете рассматривать, как вам удобнее хранение. Это у нас 300 крышек. Здесь просто 300 стаканов. Я уж не буду прям выкладывать все так, как это должно быть. Но по факту это все абсолютно комфортно сюда влазит. Салфетки для гостей. Это для многих актуально. Шоколадная смесь. У нас очень хороший шоколад. Опять же, немецкий. Используется, который дает очень хороший вкус макочин, латте макеата и горячего шоколада, молочного шоколада. Это действительно то, зачем люди в ноги возвращаются. Сахар в стиках брендированный. Тоже в большом количестве, чтобы вам хватило и комфорта могли работать. Так, молока побольше мы даем. Ну и дальше у нас здесь все стаканы, стаканы, стаканы. Соответственно, их если выложить, то у нас здесь еще влезет, скорее всего, еще одна такая коробка. Если подзаморочиться и разложить все аккуратно, то две коробки таких влезет. Соответственно, это у нас как минимум 60 тысяч выручки. А то, я думаю, что мы и больше можем сюда загрузить. И тогда у нас будет спокойно продаваться. И нам заказывать у нас логистику нужно будет всего один раз за месяц, если у вас выручка будет 100-150 тысяч рублей. Вот, собственно, все вылезет. Ну, здесь уже прям видно, что все комфортно. комфортно сюда входит и еще куча места остается. Так что все очень удобно. Вот это все входит в стоимость в 370 тысяч рублей. Уже оплачен оператор фискальных данных, уже оплачены все телеметрии, все там чеки, все по 54 МФЗ проходит. И все это оплачено. Собственно, вам не нужно ни за что переживать. Все это дело аккуратненько закрываем. Здесь, соответственно, ключи. Вот, и все, работаем. Так что присоединяйтесь к нам. Страховка от неудач, бесплатная доставка. 30 тысяч выручки мы уже вам компенсировали. 101 тысяча рублей чистой прибыли и лучший результат. Доставка в один клик. Вот все, что я сейчас показал. Вообще все, что вам потребуется, вы заказываете в одном месте у нас в интернет-магазине. Просто зашли с телефона, заказ оставили, оплатили. Пошли заниматься своими делами. На следующий день получили доставку, если вы в Москве. Ну, или на следующий день мы отправили транспортные компании, если вы по России или по миру. Вот, так что присоединяйтесь к нам. Пишите, звоните, в WhatsApp. Оставляйте заявку на сайте. Буду с радостью вам покажу наши объекты, презентуюсь. И, собственно, надеюсь на плодотворное сотрудничество. Спасибо за внимание. Пока.